Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу Исаии. 38 и 39 главы, так же, как и две предыдущих, параллельны по своему содержанию тому, о чем говорится в 20-й и соседствующих главах 4-й книги Царств. 38 глава описывает то же самое событие, о котором говорится в 4-й книге Царств. Речь идет о смерти царя Хискиягу, языке синодального перевода, о том, что он смертельно заболел. Вот этот рассказ о его болезни смертельной и о его чудесном исцелении, он повторяет, в общем-то, с небольшими вариациями, может быть, слегка сокращая, рассказ 4-й книги Царств. В те дни Исикия заболел смертельно, то есть это была болезнь к смерти. Считалось очень плохо, если человек умирает, не дожив до глубокой старости. «Не восхить меня в приполовении дней, моих молится псалмопевец, умереть в середине жизни в приполовении дней считалось несчастьем». Значит, человек чем-то не угодил Создателю, Господу, и поэтому Господь прервал его жизнь. Вот и с Иезикей произошло то же самое. Он не был старым человеком, пожилым, но вот он заболел смертельной болезнью. Не уточняется, что это была заболезнь, и тогда и сейчас болезней смертельных было и есть немало. И пришел к нему пророк Исайя, сын Амосов. Вот Ишаягу, Ишая, сын Амоца, именем которого надписывается эта книга, он был иерусалимским вельможей и имел доступ в царский дворец и непосредственно мог общаться с самим царем, царем Хискиягу, наставлять его, вразумлять, поучать. Вот Господь посылает своего пророка в дом, в царский дом, дворец к царю. И что же говорит ему царю Исайя? И сказал ему, так говорит Господь. Так говорит Господь, это делимитатор начала пророческой речи, прямой речи, которую транслирует, передает пророк своему адресату, в данном случае царю. Дальше прямая речь Всевышнего. «Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Вот в чем состоит весть, которую принес ему Исайя. Велит ему сделать завещание. Сам Господь через Исайю возвещает ему о том, что тот не выздоровеет, умрет. «Тогда Исайкия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря». Дальше содержится в следующем стихе, в третьем, его молитва. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». Действительно, Исайкия, согласно содержанию книги царств, был, четвертый книги царств, был человеком благочестивым и старался жить по заповедям Божьим, не допускать идолопоклонства в своей стране, в Иудее. Хотя высоты не были отменены, высоты отменит лишь царь Иосия, но все-таки все остальные, все то, что запрещалось, было языки отменено. И он старался положить предел тому синкретизму, в котором часто священный писатель обвиняет иудейский народ. Исайкия – один из немногих благочестивых был царей. Вот Иосия, Исайкия, ну а до этого, конечно, Давид и Соломон очень похваляются священным писанием. Вот Исайкия в ряду тех немногих благочестивых царей. Но вот эта болезнь, может быть, она за грех ему была послана, может быть, для того, чтобы, как скажет Иисус в Евангелии, на нем явилась слава Божия, чудо Господь совершит, и прославлен будет Господь, Создатель и Целитель, который единственный исцеляет человека от всех его болезней и грехов. Вот отвернулся в горечи своей души Исайкия к стене и молился Господу вот этими словами, прося его, чтобы Господь вспомнил о нем, о его праведности. Ходить пред Богом – это значит жить по Божьим заповедям, по тем наставлениям, которые дает Господь. И заплакал Исайкия сильно. Неохота ему было умирать в середине жизни, много еще было славных дел, которые он не осуществил. Он мог бы еще ходить и ходить пред Господом. И было слово Господня к Исайи и сказано – «Пойди и скажи, Исайкия». Ну как, он же уже пришел? Ну, видимо, можно воссоздать картину эту так. Приходит Исайя к Исайкии, говорит ему пророчество, уходит, Исайкия молится и плачет, отворотившись к стене. Господь слышит его плач, его молитву. После этого вновь посылает Исайю к нему. И таким образом Исайя приходит второй раз. Вот четвертый стих. Было слово Господня к Исайи и сказано – «Пойди и скажи, Исайкия». Так говорит Господь Бог Давида, этого славного правоца царя. Исайкия был из Давидидов, как и все цари Иерусалима. «Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Господь прибавляет к жизни Исайкии 15 лет. Ну, а как же ведь первая-то весть была – ты умрешь, не выздоровеешь, а потом вдруг Господь изменяет свое решение и дает Исайкии еще 15 лет жизни. Почему? Потому что Исайкия покаялся. Это пример, не единственный, кстати, пример, когда покаяние изменяет божественное решение. Вспомним жителей Нинве, Ниневии, проповедь Ионы в этом городе, и покаяние, которое последовало за этой проповедью, Ниневитян, оно изменило божественное решение, и через 40 дней Ниневия не была разрушена, не была перевернута. Она была обращена. Через это покаяние Ниневитяния обратились к Богу. Там замечательный пример использования этого глагола с двойным значением – обращаться и переворачивать. Так вот, здесь то же самое. Господь изменяет свое решение, Исайкия исцеляется по Слову Божию, и Ему возвращается жизнь. Хотя он болел смертельной болезнью, Господь исцеляет его по покаянию. Вот так же и в нашей жизни. Если мы покаемся, Господь сменит гнев свой на милость. Если мы покаемся пред Богом, и если совершим пред Ним добрые дела, исполним заповеди, то Господь может изменить свой божественный приговор над нами и над отдельным человеком, какое бы место он ни занимал в обществе, и над целым народом, как это произошло, например, с ассирийцами, жителями Ниневии. Так вот, говорит Господь, «Я прибавлю к дням Твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей». В то время ассирийцы во главе с царем совершали очередную кампанию, проводили по покорению, усмирению городов финикийских, филистимских, ну и заодно по пути здесь иудейский город. Мы читали о том, как совсем недавно, вот в предыдущей главах читали о том, как ассирийцы осадили Иерусалим, и как Иерусалим чудесным образом был избавлен от ассирийцев, как они были поражены ангелом Господним, 185 тысяч в одну ночь скончались. «И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек». Следует здесь сделать паузу и сказать, что последние заключительные стихи этой главы, 21 и 22, до которых мы еще дойдем, они в конце главы оказываются не на своем месте, если сравнить с 4 книгой царств. Вот то, о чем говорится в 21-22 стихах, заключительных стихах 38 главы, следовало бы, если в соответствии с 4 книгой царств, следовало бы их поместить между 6 и 7 стихами этой главы. Я ее сейчас прочту. «И сказал Исайя, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет». Исайя, видимо, говорит прислуги царской. «А Иезекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень». Вопросительный знак. Этим заканчивается повествование в 38 главе Исайи. Вот если мы эти стихи поместим между 6 и 7, то есть в 6 стихе говорится, что от руки эссирийского царя будет избавлен Иезекия. Потом Иезекия задает вопрос, 22 стих, «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господень?» «И вот тебе знамение от Господа», 7 стих, «что Господь исполнит слово, которое Он изрек». Почему вот такая перестановка была произведена в книге Исайи, мы не знаем. Более логичное повествование, более последовательное, содержится в 20 главе 4 книги царств, если сравнить с повествованием об этом событии у Исайи. Ну, в общем, это вопрос редактирования книги Исайи, составления ее и сравнения ее с 4 книгой царств. Но содержание это нисколько не меняет, такая композиция, и содержание, оно, в общем-то, то же самое. Пласт в смог, пласт фиг, фиговых плодов, которые сушат и делают из них такие пластины, вот здесь используется как медицинское средство. У него был какой-то нарыв, смертельный нарыв, неизвестно, какой болезнью вызванный. И вот этот пласт в смог был приложен к нарыву, то есть используются какие-то вещи материальные. Господь наш Иисус Христос тоже будет использовать для исцеления больных какие-то материальные вещи, будет брение там, брение мазать глаза и дуть, и так далее, плюновение. Вот, это все будет, да, совершаться. Вот. И здесь тоже не просто словами исцеляет, но слово подкрепляется каким-то физическим действием. Пласт смог накладывается на... Если бы только пласт смог наложить на нарыв, конечно же, языке не исцелился бы. Важно, что это совершает Господь по слову пророка. Исцеляет Господь, а не пласт смог. Пласт смог лишь средство для исцеления, может быть, для подтверждения какого-то, для немощи человек нуждается в каких-то видимых действиях, видимых знаках материальных. Так. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. Ахаз это предшественник Изякия, его царя Изякия на престоле, его отец. Вот. И были какие-то ступени, которые он построил во дворце. И вот говорится об этом чуде. Возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. То есть тень от солнца, видимо, возвратилась. Трудно это объяснить с астрономической точки зрения, с точки зрения науки. Но вот такое было знамение Изякии. Это было чудо. Это было чудо. И не единственное чудо, которое происходит, подобное вот с солнцем и с луной, со светилами. В книге Иисуса Новина мы читаем, в 10 главе, как остановилось солнце, пока Иисус Новин вел брань Господню с врагами. И возвратилось солнце на десять ступеней, по которым оно сходило. Вот, собственно говоря, вот эти первые 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 девять восемь стихов 38 главы плюс два последних стиха 21 и 22 стихи это и есть повествование о том событии, которое описывается также в 4 книге царств. Ну, в 4 книге царств чуть-чуть подробнее это описывается. Например, говорится о том, что Господь говорит Езекии, что в третий день ты уже пойдешь в дом Господень. Исцелишься, будешь совершенно здоров, станешь садра своего болезненного и пойдешь в дом Господень сам. Здесь об этом, о том, что Езекия пойдет в третий день в дом Господень, молиться, благодарить Бога, здесь об этом не говорится. Ну, а вот дальше с 9 стиха и по 20 включительно содержится молитва Езекии царя иудейского Хискиягу с 10 по 20 стих. Молитва, которой нет в 4 книге царств, которая в 4 книге царства отсутствует. А вот в книге Исаии приводится текст этой молитвы. Той молитвы, которой молился Езекия, отвернувшись лицом к стене. Третий стих здесь кратко говорится, как он молился, Господи, вспомни, что я ходил пред Тобою, жил благочестиво. А с 10 по 20 стих содержится текст этой молитвы. Итак, молитва Езекии царя иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Я сказал в себе, в приполовении дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Согласно представлениям древних иудеев, все умершие не сходили в преисподнюю, то, что на иврите называется Шеол. Шеол это не место мучений, это место, куда сходят все усопшие, преисподняя земли. И там их пребывание, оно такое призрачное, они спят, они находятся во мраке, они не могут там жить и действовать, то есть какое-то такое смертельное состояние, в котором они пребывают, скорее состояние сна. Сон, как пограничное состояние между жизнью и смертью, и вот здесь человек, уснувший сном смертным, он пребывает в Шеоле, в преисподней. Трехуровневый мир в библейском представлении это Шамаем, небеса, это Арыц, Арыц, земля, это преисподняя, преисподняя, к которой относится и морская глубина тоже. Вот Иона, например, молится из чрева большой рыбины, молится, говорит, что я с ней шел в преисподнюю, преисподнюю. Вот, и здесь он говорит, я должен идти в преисподнюю, то есть я должен умереть в середине моей жизни, в приполовении дней моих. Считалось большим несчастьем, если человек умирал в середине жизни, не дожив до конца своих дней. Вот жизнь человека, говорит псалмопевец, 70 дней, 70 лет, 80 лет, если у него есть силы. Но если человек живет 40 лет или 45, то это плохо. Его жизнь обрывается незавершенной. Человек должен прожить полностью свою жизнь, по представлениям того времени. Конечно, бывает и короткая жизнь наполнена множеством дел, множеством событий, множеством свершений. Пушкин 37 лет прожил, Лермонтов всего 26, но какой они оставили след в русской культуре. Вот, а бывает, человек проживет долгую жизнь, но в конце жизни ему и вспомнить не о чем. Иезекии было немало славных дел, он был благочестивым, в общем-то, царем, хотя не без ошибок царствовал и совершал определенные правонарушения по отношению к Богу и народу, но все-таки царем был благочестивым и нехорошо, если он умрет в середине жизни. Вот он молится, и Господь слышит его молитву и продлевает ему жизнь. Продолжаем читать эту молитву. «Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире». Человек уходит в вечный дом, сказано в книге Клесиаст, готовые окружить его плакальщицы по улице, и он навсегда прощается с живыми, он не увидит больше живых людей. И вот это вот состояние в преисподней, оно лишает человека всякой надежды и на то, чтобы видеть Господа. Видеть Господа это значит посещать Иерусалимское святилище, там молиться, там поклоняться Господу. Во многих псалмах идти в храм Иерусалимский это значит видеть Господа. И поскольку это место особого божественного присутствия, шхины Божьей, и потому что человек находится в особом месте, которое названо Домом Божьим. Господа невозможно видеть плотскими очами, чистые сердцем Бога узрят. Вот быть в Доме Господнем это значит видеть Господа. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Видимо, здесь он говорит о теле своем. Я должен отрезать, подобно ткачу жизнь мою. Он отрежет меня от основы. Основа ткацкая, ткацкий термин, есть основа, ткацкий станок имеется ввиду. Отрежет, подобно ткачу жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. То есть болезнь, видимо, была продолжительной. Дальше он говорит, я ждал до утра, ждал до утра, то есть всю ночь молился. Вот ушел Исаия, всю ночь молится царь Изякия. Господь слышит твою молитву и утром посылает опять к нему пророка. Видимо, было так. Он, то есть Господь, сокрушал все кости мои, подобно льву. Лев сокрушает кости своей добычи. Человек или животное в пасти льва его кости сокрушаются. Болезнь его сокрушила, сокрушила даже кости его. То есть не только был нарыв, но и сокрушение тотальное, телесное постигло Изякию. Был прикован к постели и кости его были сокрушены. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Бывает, человек изнемогает от болезни и ждет своей кончины. Вот, например, Иов был поражен болезнью проказой и просил у Господа тоже себе кончины. этот не сказано, что он просит кончину, он как раз просит продлить свою жизнь, но все-таки ждет, что Господь пошлет уж тогда кончину, если раз уж он не исцеляет. Как журавль, как ласточка. А вот эта ласточка здесь особый еврейский термин, который по конъюнктуре можно перевести как ласточка. Другой вариант это конь, сус. Но здесь это не подходит. Журавль в параллеле не может стоять к коню по издаванию звуков. Поэтому здесь требуется эмендация, требуется замена огласовки, чтобы вместо коня вышла ласточка. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои. Вот когда голубь воркует, почему-то в Священном Писании поэтически говорится и не один раз, что он тоскует. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Тесно, скорбно мне. Господи, спаси меня. Смотрят к небу, но небо не отвечает. Молится он и не перестает. Долго молится царь. И вот посылается вновь пророк Исаия к царю, чтобы возвестить о помиловании. Дальше читаем эту молитву. Что скажу я? Он сказал мне, он сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горе с души моей. Вот какая-то надежда уже в этих словах. Он уже в этой молитве, видимо, чувствует, что надежда его будет оправдана, что он действительно будет исцелен. И Господь пошлет к нему пророка и возвестит об этом его исцелении, о помиловании. И вот он дает Богу обет тихо проводить годы жизни, свои остаток дней, помня горе из души моей. Человек, который пережил опыт пограничного состояния перед смертью, такой человек обычно этот опыт для него не забываем, и все последующие годы, так или иначе, на все последующие годы этот опыт накладывает свой отпечаток. Так же и здесь. Тихо проводить свою жизнь, мы молимся об этом на литургии, на других богослужениях, тоже просим у Бога лет жизни нашей, чтобы проводить их тихо. Именно такими словами мы молимся. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа, ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот с какой надеждой он молится. Этот стих 16, он довольно проблематичен, не совсем понятно, вот и любой перевод здесь требует каких-то перевод древнееврейского языка, каких-то конъюнктур, эмендаций. Вот здесь перевод приблизительный, любой перевод, конечно, не может быть точным, но здесь он достаточно гипотетичен. Мы по версии нашего синодального перевода читаем, вот Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Здесь выражается надежда на возможно, возможно, выражается надежда на бессмертие, на воскресенье, быть может, даже. Поэтому некоторые современные комментаторы усматривают здесь, что здесь позднейшие представления, послепленные наложили отпечаток на вот этот стих. Любая библейская книга, пророческая книга в том числе, могла претерпевать несомненно последующие этапы редактирования. Для допленной эпохи нехарактерны представления подобного вида, подобные представления о жизни. Но Бог о жизни и смерти, о воскресенье, о загробном существовании. То есть представления были о Шеоле, что человек не сходит в преисподнюю и оттуда уже никогда не возвращается. Но чем ближе к эллинистической эпохе, чем ближе к новозаветной эре, тем все ярче и ярче возгорается в священных текстах надежда на воскресенье, надежда на то, что Господь вернет прошедшее, возвратит человека к жизни умершего. Потому что, как скажет Господь Иисус, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. У него все живы. Вот и Зикия у него жив. И не только эти 15 лет, которые ему будут дарованы, он будет жить. Но и мы верим, что благочестивый царь вместе с Давидом, с Иосией, с другими, с Соломоном, с другими праведными царями иудейскими, он не случайно прославленный церковью в лике святых, он жив. Давид, Мелех, Исраэль, Хай, Векаям. Давид, царь Израилев, жив и существует. Можно то же самое сказать о Иезекии, о Хискиягу. Он тоже Хай, Векаям, жив и существует. У Бога все живы. Конечно, прямого такого вывода из 16 стиха мы сделать не можем, но вот здесь уже помаленьку, постепенно, потихоньку возгорается надежда на воскресение из мертвых. Эта надежда ярко вспыхнет в книге Даниила, где прямо будет говориться о воскресении из мертвых и также в маковейских книгах о вечной жизни тоже будет говориться. Ну, а в Новом Завете уже вера в воскресение мертвых была в Израиле во времен Христа почти повсеместной и общей, за исключением саддукеев. Пожалуй, что все верили в воскресение мертвых и чаяли его. Дальше он говорит в своей молитве «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Замечательные слова. Он исповедует, что вот эта горесть, которую он пережил, горечь смерти, наступающей, болезнь смертельная, горькая, участь смертельная ждет его. Вот он говорит, что это было ему во благо. Когда человек переживает такое состояние, конечно же, это не кажется ему благом, и он не может переживать это как благо. Но в чем же здесь тогда благо состояло? В чем здесь добро? Добро здесь состояло в том, что это подвигло его к покаянию, к осознанию своих грехов. И вот эти осознания своих грехов, покаяния, оно избавило душу языки от рва погибели. Господь бросил все грехи раба своего, языки, за хребет свой. То есть отшвырнул их, бросил, все, их нет. Простил языкию. И вот 18 стих удивительно. Ибо ни преисподня славит тебя, ни смерть восхваляет тебя, ни не шедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвести детям истину твою. Те, кто в могиле, в рове преисподнем, те, кто в шиоле, в преисподней, они, говорит, он, не прославляют Бога. Примерно то же самое в одном из псалмов. Будет ли кто-то в преисподней славить тебя? Живые славят Господа. Поэтому в этой молитве он как бы говорит, оставь мне жизнь, пусть я буду живым, и я буду славить тебя. Что пользует тебе в моей смерти? В псалмах об этом тоже говорится. Что пользует тебе в смерти моей? Будет ли мертвый, мертвец славит тебя? Вот если ты хочешь, чтобы тебя славили, так оставь меня в живых. Логично. Отец возвестит детям истину свою. Следует заметить, что сын Иезеки иезеки не был богочестиво истинадцатилетним отроком воцарился, 50-й или даже 51-й год царствовал в Иерусалиме. И говорится в 21-й главе в начале «И дел он неугодный в очах господних, подражая мерзостям народах, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Иезекия, поставил жертвенники в Аалу, сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский, поклонялся всему воинству небесному и служил ему. Соорудил жертвенники даже в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме «Положу мое имя». Соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Провел сына своего через огонь и гадал, и ворожил, и завел вызывателя мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы упрогневлять его. Поставил истука на старты и так далее. Вот многократно он согрешил пред Господом, и, несмотря на это, он царствовал 50 лет. Вот здесь он говорит, исповедует Господу, «Отец возвестит детям истину твою». Вот, видимо, возвещал из Икия истину, да не довозвещал. Ну, Моносея был 12 лет, Миноше, и, видимо, не до конца усвоил благочестие отца своего и был царем сын. Из Икия и Моносея был царем омерзительным, творил всякие мерзости, какие только смог. И дало поклонство, и дало служение, прочие всякие мерзости процветали в то время. Проводить сына своего ледой через огонь, это значит приносить их в жертву Малоху. Господь спасет меня, молится дальше, в заключительных словах, молитвы этой из Икия. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуком струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. Струны мои, говорит он. то есть он, видимо, как и великий предок его, Давид, тоже умел играть на музыкальных инструментах и славить Господа. У языки при его дворе составлялись притчи, книги притчи мы находим кое-что, потом псалмы многие были составлены, видимо, в его время, вот, и он имел вкус и музыкальные чувства, дарования, с помощью которых прославлял Господа. Говорит, будем играть на струнах, будем воспевать песни в доме Господнем. О чем живут эти песни? Наверное, о благости Господней, о его милости, о его любви к человеку, что он целитель, что он спаситель, что от него все блага, какие только возможны. К сожалению, следующий царь Моносия не будет таким праведным, благочестивым, он полностью, совершенно, радикально отступит от Господа и будет совершать великие злодеяния. Но это уже совсем другая история, о ней в книге Исаии не говорится, это говорится в параллельных главах, дальнейших главах книги, четвертой книги царств, которая следует за вот этой вот историей, историей, связанной со смертью и выздоровлением языки. Дальше 21-22 стихи, они здесь не на своем месте находятся, их нужно поместить между 6-м и 7-м стихами этой главы, но я все-таки их еще раз прочту. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Исекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень. Дальше знамение было, как мы помним, читали в предыдущих стихах, тень, солнце, само отступило на 10 ступеней против своего движения, 10 ступеней по ступеням Ахазовым. Вот такая очень поучительная история, замечательная молитва из Икии, которой тоже можем мы молиться этой молитвой, когда постигает нас какое-то испытание от Бога, какое-то искушение, какая-то тяжкая болезнь порой случается с нами, не дай Бог. Мы можем этой молитвой помолиться Господу от всего сердца, и тогда Господь нас услышит. Пошлет ли он пророка или сам непосредственно исцелит нас? Все в его руке. Он живит и мертвит, он посылает болезнь, и он, Господь, исцеляет от нее. Если Господь посылает нам наказание, и мы каемся, Господь может отменить свой приговор, и мы исцеляемся и получаем годы жизни свои, чтобы славить его, как здесь сказано, воспевать песни в Доме Господнем. Будем воспевать песни, ибо в благ Господь, ибо вовек милость Его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok